Воскресенье И после праздника Воскресения Христова Церковь продолжает вспоминать события Его Воскресения, которые сопутствовали, которые сопровождали Воскресение нашего Господа, нашего Бога. Воскресенье вспоминаются те лица события, которые имели важное значение и которые еще раз и еще раз подтверждали истинность Воскресения нашего с вами Бога. Вот сегодня Святая Церковь вспоминает жен мироносец, о которых в Евангелии очень мало написано. Они не совершали чудес, они не воскрешали мертвых. Но есть пару строк в Евангелии, где говорится о том, что они всегда и везде следовали за своим Спасителем, за Господом нашим Иисусом Христом. И как написано, служили Ему своим имением, своим временем, своими силами, давая возможность и Спасителю, и Апостолам проповедовать. Давая возможность Спасителю совершать чудеса и не заботиться ни о чем земном, не заботиться ни о чем бренном, что могло бы отнимать время и силы, как это бывает в нашей с вами жизни. Сегодня вспоминается событие, когда еще ночью до восхода солнца святые жены мироносецы, взяв с собой сосуды с алавастровым миром, мы с вами знаем из Страстной Седмицы о том, что Господа похоронили наспех очень скоро. Его не успели омыть, его не успели приготовить так, как это должно, приготовить человека перед погребением, потому что близилась суббота. И вот святые жены мироносецы шили для того, чтобы исполнить, исполнить вот это вот приготовление умершего. И они шли, как рассуждают многие, не знаем, на что они надеялись, потому что могила была в скале и была завалена огромным камнем. И они шли, между собой рассуждали, кто же нам отвалит этот камень от двери гроба. Но когда они пришли, ангел, камень был уже отвален, внутри гроба сидел ангел Господень, который и возвестил им о том, что тот, которого вы ищете, его нет здесь, он воскрес. Вот это еще одно свидетельство. И несмотря на то, что мы о них очень мало знаем, о них очень мало написано, святое предание, он говорит о том, что Господь явился им первым за их верность, за их преданность, за их труды. И апостолы что в это время делали? Апостолы в это время сидели в горнице, в комнате, запертые, боясь преследования, боясь, что их арестуют, что их накажут, что их предадут смерти. И в это время жены-вероносицы, которые ничего не боялись, взяли с собой сосуды и шли ко гробу Господня, тем самым открыто исповедуя, что они есть последовательницы Господа Иисуса Христа. Вот в чем их заключалась и сила, и вера, и преданность, и любовь. Самое главное, любовь к своему Господу, любовь к своему Спасителю, несмотря ни на что, ни на тяготы, ни на сной, они всегда были с Ним и первые пришли к Его гробу. Также мы сегодня вспоминаем и святых праведных Иосифа Аримафейского, который пришел и попросил у Пилата снять тело Спасителя. И святой Никодим, который представил свою гробницу, это были высокопоставленные люди, очень уважаемые, имеющие авторитет, но когда жил Спаситель, они были тайными Его учениками. Ночами они приходили к своему Учителю, Он им открывал тайны Царствия Небесного. Но когда пришло время воскресения, когда пришло время и страдания, то эти праведные не убоялись и из тайных учеников стали явными учениками. Они пришли, открыто попросили тело и занимались его погребением. И предания говорят о том, что эти люди пострадали, и Иосиф Аримафейский, и Никодим, они пострадали за свое исповедание, за свою веру и любовь к Спасителю. Вот такие удивительные судьбы, дорогие братья и сестры, мы сегодня можем прочитать в Евангелии. Те люди, которые иногда мы не замечаем, но они есть в нашей жизни, и от них очень и очень многое зависит. И сегодня мы вспоминаем своих жен Мироносец. Для каждого человека, дорогие братья и сестры, самая главная жена Мироносеца в жизни – это мама, которая положила столько трудов, как мы говорим, одному Богу известно, сколько отдала сердце, сколько отдала души и отдает мать для своих детей, чтобы они стали, как мы говорим, людьми, чтобы они стали крепко на свои ноги и шли дорогой к этой жизни, славяя и прославляя Господа. Поэтому в начале жизни это мамы, у мужей, затем, конечно, жены Мироносеца – это их жены, это их спутницы, которые также, как говорит Святейший Патриарх, делают невидимую, незаметную, но очень важную работу. Может быть, не было бы и такой проповеди у Спасителя, и у апостолов, и чудес, если бы не было этих жен Мироносеца, которые брали на себя вот это ежедневное попечение о быте. Поэтому сегодня, вспоминая жен Мироносеца, дорогие наши сестры, наши бабушки, наши мамы, наши жены, наши сестры, наши будущие жены Мироносеца, наши дочери, мы всех вас сердечно и искренне поздравляем с этим праздником, желаем всем вам, дорогие наши сестры, здоровья, самое главное – здоровья и милости Божьей за все ваши труды, видимые и чаще всего невидимые, которые вы совершаете дома, в домашних условиях, в семье, ради детей. Божьей обычно, так знаете, смотрит на мужей, на мужчин и представляет себе семью. А женщина всегда, очень часто остается в стороне, остается в тени, но от этого ее подвиг, ее смирение становится еще выше и ближе и значимее перед Богом, дорогие наши сестры, дорогие. И мы вас помним, мы вас любим, мы всегда за вас полимся и сердечно вас поздравляем с этим днем. И все наши, и мужчины, и юноши, давайте споем нашим сестрам многое и благая лето. Благоденственное и мирное житие, здравие, благословение во всех трудах, в отношениях, Господь, нашим мамочкам, матерям, родным сестрам, и сохраним, Господи, нам многое и благая лето. Многое лето, многое лето, многое лето, Многое лето, многое лето, многое лето, Это. temps мное, многое лето, многое лето, многое лето,riv air 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 Христос воскресе! Продолжение следует...